Всем привет! Сегодня 12 декабря 2014 год. Я обещала сделать видео о корпоративе. Итак, сегодня у нас пятница, и мы едем на корпоратив к мужу. Корпоративы обычно проводятся по пятницам, потому что компания вкладывает большие деньги в это событие, и это должно дать возможность людям отдохнуть по-настоящему, насладиться вечером, отдохнуть за выходные и выйти на работу в понедельник отдохнувшим и счастливым человеком. Итак, пятницу утром муж отправляется на работу, а я, как добрая порядочная жена, тем временем собираю чемодан, наполняю его смокингами, моими нарядами, пижамами, зубными щетками, загружаю все это в машину и еду за мужем где-то в районе 11 часов дня. Я подбираю его с работы, и мы отправляемся в хоотель, который заранее забронирован на имя компании. А почему хоотель? Значит, компания мужа таким образом проявляет заботу о своих сотрудниках. Повеселившись вдоволь на вечеринке и выпив, возможно, даже больше, чем положено, чтобы сесть за руль, сотрудники компании не отправляются домой, а остаются в хоотеле. Крутизна! Шик! Но не подумайте, что все канадские работодатели так заботятся о своих сотрудниках. Нет, увы. Я работала на разных компаниях в Канаде за 15 лет. Что интересно, чем крупнее компания, тем, так сказать, меньше у них корпоратив. Или вообще корпоративов у них может не быть. Все зависит, в принципе, от компании. Вот слушайтесь в эти имена. IBM. Я работала на IBM. Это фирма с громким именем. Наверное, все знают. Наверное, в любой стране мира есть офисы IBM. Компания IBM не сделала нам никакого корпоратива, никакого вечера. Ограничилась шоколадом на кухне. И здесь, опять же, IBM офис может отличаться один от другого очень сильно. Вот еще одна компания – Business Objects. Они же SAP, они же Crystal Reports. Знаменитая фирма, которая производит софтвер. И знаменитый во всем мире, именно головной офис находится в Ванкувере. И мне посчастливилось работать в этом офисе. У нас не было корпоратива, но офис был просто шикарный. Компания создала отличные места для отдыха сотрудников, места для обеда, кухни, где постоянно раскладывались в вазочки фрукты и овощи свежие по несколько раз в день, где наняты были персонал специально для того, чтобы мыть посуду и убираться на кухнях после очень таких занятых инженеров и софтвер-девелоперов, программистов, тестеров. Те, кто производит продукт, за ними надо было ухаживать. Мы были очень заняты, и мы просто, выпив кофе или пообедав на кухне, могли так небрежно бросить тарелку и уйти продолжать работать. Есть такая закономерность, но, конечно, не всегда есть и исключение. Когда работаешь в большой компании, ты чувствуешь себя таким маленьким винтиком, затерявшимся в такой огромной гигантской машине, и где этот винтик настолько незаметен. Ну и как программист, как специалист по разработке софтвера, чувствуешь ограниченность в своих движениях. Например, если разрабатывается система, изменяется база данных, где-то нужно внести изменения в продукте, в базе данных. Допустим, ты не можешь директор напрямую изменить структуру базы данных и сделать малейшие изменения, потому что нужно сделать запрос в IT головной. Это проходит несколько дней. А если у них blackout, то есть очень busy, дни так вообще к ним не подступиться. В общем, если фирма имеет меньший размер, у тебя доступ ко всему открытый, ты же сам модифицируешь базу данных, у тебя имеется доступ к серверам и к профессиональным ростом, именно где ты потрогаешь, можешь пощупать все IT areas. Легче развиваться в таком смысле слова. Но хочу заметить, что крупные компании, с другой стороны, у них всегда имеются, например, бизнес-общества, у них постоянно были курсы бесплатные, где сотрудникам могли проходить вот эти вот сертификации и курсы непосредственно по данному продукту. Поскольку я затронула тему о работе в Канаде, я хочу попытаться развеять миф, который сложился у моих бывших сограждан по поводу Канады и Америки. Бытует такое мнение, что якобы в Канаде и Америке иммигрантов эксплуатируют, а своих канадцев им дают поблажки и послабления в работе. Я процитировала буквально дословно. Есть еще одно высказывание, которое бросается в адрес иммигрантов. Нам пишут, что вы едете в Канаду батрачить на канадцев. Это пишет ни один человек, а такое мнение бытует среди многих моих бывших сограждан. Прожив здесь более 15 лет, такие вот высказывания для меня звучат немножко смешно, странно, наивно, нелогично. Канада, по сути, состоит из иммигрантов. Во всех крупных компаниях, в ведущих компаниях, в которых я работала, основной процент сотрудников это 80% иммигрантов. Но остальное 20% они и даже те, как бы в втором, третьем, пятом поколении тоже иммигранты или просто все перемешаны. Такое утверждение просто абсурд. На руководящих постах тоже 90% были иммигранты. Люди квалифицированные, как бы национальность никогда не ставится в какой-то рамки, в какие-то, то есть работодатели волнуют прежде всего ваша квалификация, ваши человеческие качества. То есть это миф, созданный, я не знаю, кем и почему, и зачем. Полный абсурд то, что в Канаде иммигранты эксплуатируются. На самом деле в Канаде эксплуатируются буквально все, не только иммигранты. Для того, чтобы себе заработать хорошее имя, нужно пахать, пахать и пахать. И не важно, с какой страны ты приехал и на каком языке ты говорил в детстве. Это полный абсурд говорить, что канадцы дают поблажки своим канадцам. На самом деле они эксплуатируют и своих же канадцев. Любой работодатель в Канаде, так же как и в любой точке мира работодатель, заинтересован в росте и развитии своей компании. Почему он вдруг будет давать кому-то поблажки, в конце концов это приведет компанию к банкротству. Так что работают в Канаде все. Поблажки в Канаде никто нигде никому не дает. Здесь все работают в полную силу. А если нет, вас попросят освободить занимаемую позицию. Здесь лодыри и лоботрясов не любят. Как представить себе это в реале? Вот представьте, в одном офисе канадцы уходят с работы на час раньше, а вот русские, индусы и китайцы сидят, рабствуют до последнего. Или представьте себе другую ситуацию. В течение рабочего дня канадец сидит, ковыряет себе в носу, извините. А бедные русские, индусы и китайцы работают по полной программе. Конечно нет, и индусы, и русские, и китайцы, и канадец работают все до одного времени. И у нас нет разделения по нации, потому что все мы в канадце. В паспорте у нас написано «Канадец». Так, хватит о работе, потому что в конце концов у нас сегодня корпоратив. А потом идут выходные. Так что будем наслаждаться корпоративом. Отметились у консьержа, он припарковал нашу машину в валет-паркинг.